Новости продолжает эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Опубликованы новые данные о заболеваемости коронавирусом в стране. За минувшие сутки в Казахстане плюс 802 случаев COVID-19. Снова в лидерах антирейтинга Алматы и столицы. 185 и 92 факта инфицирования. Казалардинская область стала единственной, где не выявили ни одного заболевшего. Всего с начала пандемии в республике зарегистрированном было больше 218 тысяч случаев заражения. В Бразильском штате Сан-Паулу ужестощают коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших на две недели. Приостановлена работа непродовольственных торговых точек. Рестораны и кафе работают только на самовылаз. Большинство служащих перевели на удаленную работу. А по всему штату объявлен комендантский час. У нас спрашивают, почему нельзя посещать торговые центры. Мы в буквальном смысле находимся в состоянии войны с вирусом. Мы хотим, чтобы жители это понимали и вели себя ответственно. В крупнейшем городе Новой Зеландии в Окунде сняли локдаун. За последние шесть дней там не зарегистрировали ни одного нового случая инфицирования. В городе по-прежнему действуют определенные ограничения на массовые мероприятия, а ношение масок в общественном транспорте остается обязательным. В правительстве сообщили, что ограничения будут ослаблять и дальше, если не будут фиксировать новых случаев заражения. Отмечу, строгий карантин в Окунде ввели неделю назад, после того, как в городе были выявлены случаи заражения британским штаммом COVID-19. Приятно снова быть на улице, так как трудно все время сидеть дома. Для нас это не в первый раз. Однако быть на свежем воздухе куда лучше. Сегодня у меня день рождения и снятие ограничений как нельзя кстати. Всю последнюю неделю я работал из дома, так что сегодня могу выйти и встретиться с друзьями, которые приготовили мне сюрприз. Тысячи жителей Мьянмы вышли на протест перед зданием регионального офиса ООН в Таиланде. Демонстранты выступают против захвата власти военными и требуют освободить политических заключенных. Они также обвинили военных в эскалации конфликта и призвали их отказаться от насилия. Отмечу, по данным правозащитных организаций, с момента госприворота в начале февраля больше 50 человек погибли во время разгона протестов и столкновений с правоохранителями. Демократия это единственное, чего мы просим. Что бы в ООН ни делали, они должны нам помочь. Мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны и мировое сообщество обратило на нас внимание. Тем временем в самой Мьянме также продолжились массовые демонстрации. Протесты состоялись, несмотря на аресты активистов, прошедшие минувшей ночью по всей стране. Местные СМИ отмечают, что самые многочисленные акции были Мандалая и Янгони. Ливан, где со вторника не прекращаются акции протеста, подошел к точке невозврата. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб. Политик отметил, что уже почти 7 месяцев не удается сформировать новое правительство. Уже неделю по всей стране идут акции протеста. Демонстранты блокируют дороги. Накануне они перекрыли центр Вейрута и основные столичные дороги горящими покрышками. Участники протестных акций требуют от властей начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни населения. Я готов сложить в себя полномочия, если это поможет разрешить политические разногласия. Однако кризис невозможно преодолеть без возобновления переговоров с Международным валютным фондом. Но для этого необходимы реформы, а для них нужен новый кабинет министров. В связи с ухудшением погодных условий еще четыре участка республиканских дорог закрыли в двух регионах нашей страны. В североказахстанской области ограничено движение транспорта от Булаева до села Рощинское, от Рощинского до Волошинки, от Волошинки до Тимирязева. А в области закрыли автодорогу Самара-Шимкент на участке от поселка Карабутак до села Иргиз. Водителям стоит быть аккуратными на дорогах и планировать свой маршрут, учитывая оповещение МЧС. Мамы спешат на помощь. В Казаларде работает волонтерская группа, в которой мобилизовались больше 30 многодетных и одиноких мам. Активистки помогают таким же женщинам, как они сами. Обеспечивают нуждающихся одеждой и продуктами, а в нужный момент окажут моральную поддержку и подсобят с ремонтом. О том, как работает добрая инициатива в материале моих коллег. Город разделен по секторам. За каждым закреплен волонтер. Эльмира Раим раньше была далека от благотворительности и волонтерства. Рано овдовев, она одна растит сына. Домашнее хозяйство до работа. Тут времени на отдых не оставалось. Видя бедственное положение, живущих по соседству многодетных матерей не могла оставаться в стороне. Ведь когда-то и сама познала все трудности. Мы объединились с многодетными матерями, помогаем гораздо больше. И я рада, что быть могу полезным. 150 семей мы уже помогли. Они получили то, что им нужно со стороны медицины, со стороны документации, со стороны продуктами и вещами и бытовыми техниками. Макеновы одни из тех, кому смогла помочь Эльмира Раим. Супруги с детьми живут в крохотной времянке. Вернее, выживают. Средств едва хватает на оплату арендного жилья. Волонтер нашла спонсоров, которые сейчас обеспечивают многодетную семью продуктами питания. Мамы друг другу помогают. Знают, у кого какая ситуация. Я благодарна за помощь, которую нам оказывают. Это бесценно. Альянс матерей. Так называют себя женщины, создавшие волонтерскую группу. В прошлом каждая из них смогла пережить сложный период и вновь встать на ноги. Сегодня эти мамы помогают справиться с трудностями другим. Пока подобный альянс есть только в Казларде. Но волонтеры надеются, что инициатива найдет отклик и в сердцах сельских женщин. Тогда окружить заботой и вниманием смогут еще больше нуждающихся семей. Кристина Алмаз, Кузыганат Янтибаев, Мухаммед Вайдултаев, Казларда, Хабар, 24. В Казахстане проживают около 150 тысяч несовершеннолетних с особыми потребностями. Одними из самых серьезных заболеваний у детей являются синдром Дауна и церебральный паралич. Таким детям сложнее адаптироваться в социуме и выполнять обычные физические действия. Но, несмотря на это, они могут вести полноценную жизнь. Подробности в материале. Нургуль Туленовна – мама особенного ребенка. При рождении ее сыну поставили диагноз детский церебральный паралич. По словам Нургуль, в жизни им пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Из-за недуга ребенка даже отказывались принимать в спортивные секции. Но она не сдалась. Ее стремление обеспечить равный доступ к спорту с учетом индивидуальных возможностей привело к появлению сети бесплатных, инклюзивных и адаптивных спортивных секций. Сегодня занятия там посещают 160 детей в 11 городах Казахстана. Когда-то сами столкнулись с той ситуацией, что наших особенных детей не принимали в обычные секции. Дискриминация, наверное, нас и подтолкнула к тому, чтобы мы объединились и открыли наш общественный фонд. Основной акцент – это спортивное развитие детей с особыми потребностями. Евгения Чеботаревская не понаслышке знает о том, с какими трудностями сталкиваются дети с синдромом Дауна. Такой диагноз и у ее сына. По словам Евгении, оказываемых государством внимания и помощи в борьбе с недугом было недостаточно. Поэтому молодая мама нашла единомышленников и открыла реабилитационный центр в столице, где на протяжении пяти лет специалисты стараются компенсировать нарушения в развитии солнечных детей. В процессе реабилитации каждому ребенку подбирают индивидуальные занятия и упорно работают на результат. За рубежом очень есть хороший опыт именно у таких детей, когда они полностью социализируются, полностью обучаются, как и в вузах, так и работают. И захотелось сделать что-то такое более глобальное, чтобы служило во благо детям, в помощь государству, ну и чтобы наши дети были полноценными членами общества в будущем. В столичный центр съезжаются родители со всего Казахстана, поскольку это единственная возможность пройти бесплатный курс реабилитации для детей с синдромом Дауна. На протяжении трех месяцев ребенок может посещать занятия логопеда, дефектолога, ИЗО, ЛФК, музыкотерапии, труда и игротерапевтов, а также получить курс массажа. Кроме того, здесь оказывают бесплатную психологическую помощь родителям. Амир Хайдаров, Анелли Дильказы, Жандо Султангазин, Хабар-24. Большая семья. 40-летняя жительница Шумкента родила 10-го ребенка. Новорожденного назвали алмасом. Старшие дети с нетерпением и любопытством ждали маленького братика дома. По словам врачей, десятые по счету роды прошли без осложнений, поэтому пациентку уже выписали домой. Катерина Попкова побывала в доме этой большой и красивой семьи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы папа, да? Да. Паткерой, паткерой. Родительская любовь в десятикратном размере. Вот у меня старший сын, Нордавлет зовут, ему 21 год. Вторая дочка, Ардах зовут, третий ребенок, это Имангали, четвертый он Полоса, пятый Каусар, шестой вот Газис, этот седьмой мальчик Айден, вот Алинор, и этот самый младший у нас, Алмаз, родился. Особая атмосфера, царящая в этой семье, чувствуется уже на входе в дом. Здесь всегда слышен детский смех. Разница между старшим и младшим ребенком больше 20 лет. Этот небольшой домик полон жизни. Вот он капризный, вот капризный, этот серьезный. Она тоже шустрая, по характеру шустрая. Одного если нет, то уже ищем, где он, где он у своих. Айжан Пайшанова уже в десятый раз стала мамой. Вопреки стереотипам, она не выглядит усталой, замученной. Дети привыкли видеть маму улыбчивой и доброй. Женщина уверена, многодетная семья – это в первую очередь счастливая семья. Я пять планировала. У меня десять получилось. Но у меня у бабушки десять. Догнала я бабушку. К тому, что дома всегда шумно и весело, глава семьи уже привык. Ерлан Таджиханов мечтал о большой семье. Старался идти по стопам своих мудрых и добрых родителей. Ему удалось создать на редкость крепкую семью. Сложно ли быть многодетным отцом? Думаю, нет. Мне достались хорошие дети. Мы стараемся, чтобы нам за них не было стыдно. А вот как вы обязанности распределяете по кухне? Вон, девочки помогают мне. Одна кушает, готовит, одна чай. Стол готовит. Вон, двое. И четверое, третье есть. Они все готовят, убираются. Если один котел большой не хватает, если манты приготовим, уже два казана нам нужно. Допустим, а если картошку пожарить, сколько надо картошки почистить? Килограмм пять? Килограмм четыре, пять. Они делят привычки, быт и квадратные метры. Ни у кого здесь нет своей отдельной комнаты. Живут в тесноте, но не в обиде. Говорят, преодолевать трудности сообща легче. Очень люблю папу и маму. Я им благодарен, что они меня вырастили и поставили на ноги. Здоровья им на долгие годы. Я люблю своих родителей. Они у меня самые лучшие. Заботы и радости в семье общие. За дня в день учат друг друга прощать и любить. Для них главное – счастливое детство, в котором одиноко никогда не бывает. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шумкент, Хабар 24. Тяжелая атлетика – нетипичный вид спорта для женского пола. Но этой дисциплиной занимаются немало казахстанских спортсменок, поднимающих флаг страны на мировой арене. Достигла больших высот и продолжает покорять все новые вершины тяжелая атлетка – бронзовый призер Олимпийских игр Карина Горичева. В честь Международного женского дня ей вручили нагрудный знак – Уздыг Спортшио. Карина Горичева не раз защищала честь страны на самых престижных международных соревнованиях. В копилке у спортсменки множество наград. В 2016 году она завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Свободное от тренировок время Карина проводит за чтением книг. Предпочитает современную классику и психологию. В первую очередь, признается тяжелая атлетка, книга отвлекает от постоянного соревновательного напряжения и снимает стресс. В спорте главное – это психическое здоровье, на мой взгляд. Потому что надо уметь собраться в нужный момент, преодолеть страх, волнение. И книги мне помогают в этом. Раньше Карина Горичева увлекалась стрельбой из лука, карате и вольной борьбой. В тяжелой атлетике уже 13 лет. Сейчас спортсменка готовится к очередным соревнованиям. Сейчас, в данный момент, Карина набирает форму. У нас 10-18 марта будет предстоящий чемпионат Казахстана. В виде мужчин и женщин в онлайн-формате. Карина будет выступать там в онлайн-режиме. Ну и дальнейший будет отбор на чемпионат Азии среди мужчин и женщин. Мы знакомы с Кариной. 8 лет. Карина очень позитивная, активная, талантливая. Очень мотивирующий человек. В свободное время занимаемся. Любим в футбол играть. Любим стрелять в лука. По мнению тяжелой атлетки, нет никаких секретов достижения успеха. А больших высот в профессиональном спорте можно достичь только благодаря силе воли, упорству и уверенности в себе. Елеман Рейнбеков, Куан Штургенбаев, Хабар 24, Алматинская область. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»